Уникальная старинная обитель. Посольский Спасо-Преображенский монастырь Бурятии отметил престольный праздник. Торжество знаменовалось праздничными богослужениями и первым фестивалем Преображения и Единства. Все подробности в следующем материале. Созданный около 350 лет назад нашими благочестивыми предками, ослепительно белый храм Преображения Господня словно символ евангельского события, когда Господь, наш Испаситель Иисус Христос, преобразился на горе Фавор. Архитектура, декоративное оформление в стиле сибирского барокко этого старинного храма вызывает желание любоваться его красотой и благолепием. Услышим, святаго Евангелие, мир всем! Преображение Господня – большое событие и для села Посольское. В дни празднования Посольский монастырь преподнес для паломников, гостей, местных жителей уникальный подарок. Впервые по благословению митрополита Улоноденского и Бурятского Иосифа был организован фестиваль преображений и единства. На площади перед монастырем состоялся спектакль по мотивам произведения Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила». Это презентация Всероссийского литературно-патриотического проекта «Русские чтения», представленного Общественно-государственной организацией Ассамблея народов России. Примите швы, мой труд игривый, ничьих не требуя похвал, счастлив уж я надеждой сладкой. Литературно-патриотический проект «Русские чтения» – основная задача его, чтобы сделать русские чтения модными. К этому проекту подключилось достаточно большое количество людей, видных общественно-политических деятелей, профессиональных артистов, режиссеров, музыкантов. Но для нас очень важно, чтобы русские чтения пошли в народ. Дни празднования Преображения оказались насыщенными на события. В рамках фестиваля «Преображение единства» был организован галоконцерт на берегу озера Байкал у стен Спасопреображенского посольского монастыря. В нем приняли участие ставший визитной карточкой Республики Бурятия театр народной музыки и танца «Забава» и другие творческие коллективы Республики. И, конечно, московские артисты, поэты, исполнители вновь порадовали зрителей своим творчеством. Мы в целом занимаемся пушкинскими чтениями по всей Матушке России. Почему мы здесь? Потому что это Преображенский монастырь, Преображение, храмовый праздник. И к тому же очень важно сейчас в наше время продолжать традиции. Мне кажется, если говорить о тех, кто собирал русские земли, вот Сергий Радонежский, Александр Невский, князь Владимир, то можно Пушкина назвать собирателем русских народов, потому что именно под знаменем русского языка все наши народности, республики, а у нас их очень много, этих народностей, объединились в общем общении и в общей культуре. В целом задача фестиваля «Преображение единства» в том, чтобы напомнить себе, с чего начиналась наша культура. Вспомнить, что после крещения Руси святым благоверным князем Владимиром появились славянская письменность, летопись, самобытная русская иконопись, архитектура, масштабное строительство храмов – все то, что сейчас мы называем культурой. В России всегда дорожили святыни, считая ее важнейшим смыслом и принципом самой жизни. Всегда мы говорим, что именно в этом стремлении к святыне, где растворялось и удельно-княжеское противостояние, и национальная вражда, зародились сами принципы и основы нашей культуры и нашей государственности. И вот наша задача организаторов этого мероприятия – напомнить в первую очередь себе об этом и поделиться этой культурологической, так скажем, моделью со всеми, кому она интересна. Участники первого фестиваля «Преображение единства», организованного посольским монастырем и его наместником, Игуменом Августином, выразили надежду, что этот праздник станет ежегодным в дни престольного торжества этой святой старинной обители. Наталья Шупрецова, пресс-служба Олан-Уденской и Бурятской епархии. Продолжение следует...